Это «Точка зрения». Меня зовут Дмитрий Пономарёв. Здравствуйте. National Geographic Russia ежегодно проводит фотоконкурс под названием «Дикая природа России». И выставку этого года украсила работа краснодарца. Фотограф Юрий Будильников у нас в студии сегодня. Юрий, привет. Добрый день. Я так понимаю, что твоя работа была номинирована на победу, или же она просто стала участником именно самой выставки? Расскажи подробнее о своём участии, о том, как ты заявлял себя как фотографа на этом конкурсе, как происходил процесс и к чему это всё привело. Это ежегодный конкурс, который проводит National Geographic Russia. Называется «Дикая природа России». Вот это в этом году 2018 год. В пределах этого фотоконкурса 16 было номинаций. Одна из номинаций, в которую я, собственно, пробился, это номинация «Городские джунгли». Работа была заявлена в этом году аж 45 тысяч. Я так понимаю, диплом, который ты делаешь сейчас в руках. Твоя награда. Да, это тот самый диплом, да, но фотоальбом я не принёс. Тот самый диплом, где, собственно, эта фотография, которая была заявлена на конкурс. Ну, хотя, мне кажется, даже большей наградой в этой ситуации стало то, что фото, которое ты сделал своими руками, я так понимаю, оригинал же был размещен на Востоке? Конечно, конечно. То есть оригинал фотографии был размещен, и все люди могли собственными глазами живьём увидеть это творение, которое было сделано тобой. Ожидаемо вообще, что эта фотография куда-то попадёт? Тобой было это ожидаемо? Да, честно говоря, не ожидаемо. Я больше упор ставил на природу. У меня были такие интересные, значимые кадры именно дикой природы, так как всё равно конкурс, сам National Geographic — это направленность такая, как на природу, на пейзажи, на там animal фотографии. Вот. И у меня был редкий кадр. Я на север специально летал, чтобы отснять песца. И вот я его там скраулил, очень долго сидел в засаде, чтобы снять этого песца. И у меня был упор сделан именно на эту фотографию. Я думал, с этой фотографией куда-то пробьюсь. Но в итоге всё получилось немного по-другому. Но я рад, что получилось. Мне как бы удалось немножко прославить Краснодарский край, Краснодар. Вот. И сейчас эта выставка поедет по стране. И её увидят очень много городов России. Не, ну что касается стадиона, мне кажется, люди не то, что в стране, а уже в мире знают о том, что он существует именно в городе Краснодаре. Вот он такой один на, не знаю, на миллион, наверное, да, на штадион. А то, что парк существует при нём, и то, что его так вот с необычного ракурса с таким видением фотографа можно подать, это люди действительно узнали. Юр, расскажи, пожалуйста, вообще, как давно ты занимаешься фотографией, и чем был для тебя наполнен 18-й год именно с точки зрения фототворчества? Профессионально фотографией занимаюсь уже около трёх лет. Вообще, 2018 год вообще невероятно был насыщенный в плане развития меня как фотографа и развития моего творчества. Я в этом году провёл пять фотовыставок своих персональных с проектом Life After People – Жизнь после людей. Вот две было в Краснодаре, одна в Армавире, в Лобинске и в Воркуте. Было 130 работ, и, в общем-то, очень интересный был прогресс в плане того, что было много выступлений и на радио, и на телеэфире. В общем-то, вот так. И помимо этого ещё в 2018 году был приглашён Русским географическим обществом в участии в национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Фоторабота». Вот, я туда тоже выставлял свой проект Life After People, и там занял пятое место. Ну, неплохо. Это, конечно, уже не бронза, это уже что-то там ближе к стали, да, я так понимаю. Но, тем не менее, попасть в пятёрку лучших тоже достаточно почётно. Фотографирование для тебя уже перешло из разряда хобби или увлечений, поскольку ты занимаешься, как ты сказал, чуть больше трёх лет, в нечто более серьёзное, более профессиональное. То есть, с одной стороны, я знаю, что у тебя есть какая-то основная деятельность, которая не связана с фотографированием, и есть вот это вот, ну, я уже не знаю, как правильно это преподнести, увлечение, хобби, вторая работа, это такая страсть жизненная. Что это для тебя? Это для меня вот, когда люди сочиняют музыку, играют это на фортепиано, вот это для меня фотография. То есть, да, у меня есть основная деятельность, я занимаюсь торговлей, продуктами здорового питания, и это, в свою очередь, позволило мне стартануть. То есть, я купил, была возможность купить себе хорошую технику и заняться сразу, стартануть вот с профессиональной вот как бы ступеньки, потому что хорошая техника рождает определённое тоже там качество изображения, да. Вот это важно понимать. Ну, хотя у меня есть фотографии, которые занимали какие-то призовые места, которые я делал буквально на сотовый телефон, причём не на самой последней модели, ещё в те времена, когда у меня не было техники. Такое тоже имеет место быть. Вот, и фотография, да, это для меня чистое творчество, то есть, зарабатываю, конечно, не этим, и все выставки, которые прошли, я всё это делал на свои собственные заработанные средства. Вот, и в плане фотографии это вот то, что хочется показать миру, его красоту, и всё очень рядом, рядом с нами, и просто нужно оглянуться и посмотреть то, что вот это всё прекрасно, оно вполне достижимо, и стоит только сесть в машину, уехать за город, и это всё можно пощупать, потрогать, ощутить, понюхать и так далее. Вот и фотографии я хочу передать, вот эти моменты, то есть, есть Вселенская галерея, и моя работа как фотографа заключается, чтобы вот в этой бесконечной видеоленте отпечатать вот эти стоп-кадры прекрасного, оставить их в памяти и передать вот людям. То есть, это вот такая моя высшая цель. Очень любопытно. Ну, тем не менее, я хочу задать всё-таки такой несколько шкурный вопрос, да, ты сказал, что есть основная деятельность, она не связана с фотографией, и она, собственно говоря, тебе приносит деньги, позволяет тебе на заработанные средства самому даже организовывать выставки. То есть, твоё фотоискусство пока не приносит вообще никаких доходов? Ну, фотоискусство не приносит вообще никаких доходов. То есть, те выставки даже, которые прошли, даже за входные билеты, как бы, получал прибыль сам зал, да, допустим. Но есть, конечно, какие-то там проекты, которые приносят какую-то прибыль в плане фотографий. Это и свадебная фотография, там, съёмка мероприятий. Но я стараюсь в это не углубляться, стараюсь не сделать это своей профессиональной деятельностью, потому что это идёт в другую сторону от творчества, то есть от чистого творчества, когда ты воспринимаешь всё беспристрастно и понимаешь, что ты делаешь это ради того, чтобы не заработать, а просто подарить людям вот эту красоту. Это важно. Как ты сказал, художник-рекомпозитор, то есть я делаю это потому, что я не могу этого не делать. Я вижу эту красоту, я должен обязательно её запечатлеть. Да, и вот мне нравится, хотел рассказать всеми знакомый любимый фильм «День сурка». Там главный герой спрашивает, что ты будешь делать, если завтра будет конец света? И вот она ему отвечает, я буду искать точку, откуда снять его. То есть вот у меня вот так же, то есть это моё чистое творчество. У всех фотографов, которые прославили себя или прославляют в настоящий момент, есть свой определённый стиль и свои, скажем так, какие-то особенности, которые их привлекают в работе. То есть кому-то нравится фотографировать архитектуру, кто-то любит фотографировать людей, и не представляет себе, как это можно фотографировать не людей, а собачек или транспорт, скажем. Кто-то фотографирует воду, кто-то снимает под водой, кто-то ещё что-то. У тебя вот за эти три года выработался какой-то собственный стиль, собственное видение того, что тебе нравится больше, что ты, например, сам больше любишь видеть уже на готовом отпечатанном кадре. Да, конечно, есть такое дело. Больше всего привлекает эта дикая природа, потому что она именно дарит вот это чувство, когда ты можешь подглядеть вот эту чистоту невинности и вот эту божественную искру, скажем так. Это и есть такое, да. Но всё вот немножко периодичностью. Бывают моменты, когда вот сейчас на природе очень тяжело фотографировать, очень тяжело что-то увидеть, потому что всё такое серое. Тем более у нас в Краснодарском крае, если ехать куда-то на север, там это всё приукрашивается белыми красками. Тоже интересно. Ну, как правило, всё равно от чего-то там немножко ты отходишь и углубляешься в что-то другое, то есть по периодам года. То есть, понятное дело, если мы уезжаем на острова какие-то, то там хочется, конечно, снимать больше природы. Уезжаем в мегаполис, ты уже начинаешь видеть картинки, именно вот конструкцию города, да. То есть и вот так вот оно переходит от одного другого, и ты, это прекрасно, потому что ты развиваешь себя сразу с нескольких сторон. Спасибо огромное, что ты был сегодня в нашей программе. Желаю удачи в твоём творчестве и желаю не замылить глаз, наверное, такое надо желать фотографам хорошим. Поэтому спасибо, успех от тебя. Спасибо. Это была «Точка зрения». До встречи на телеканале «Краснодар». Всего доброго.